Что я хотела сегодня вам рассказать? У меня есть несколько планов на сегодняшнюю лекцию. Я хочу, чтобы вам было не скучно. Я закончу вовремя, и будет время для вопросов. Но я хочу начать просто с того, вообще с приложений математики и что математика делает в современном мире. Потом я расскажу немножко подробнее про одно предложение, которое мне самой, когда я о нем узнала, показалось очень неожиданным и очень интересным. И я это расскажу на очень популярном уровне. Я вижу, здесь совсем юные слушатели сидят, но я постараюсь, чтобы хоть что-то было понятно. А потом мы немножко обсудим вопрос, кому нужна математика, немножко с другой стороны. Кому нужна математика в смысле, зачем ее изучать и как это надо делать. Сначала пару слов о себе. Я закончила физмат-школу, я сама из Нижнего Новгорода, потом я закончила Нижегородский университет. Я получила диплом кандидата наук, потом я переехала работать в Нидерланды. Это такая классическая голландская картинка с тюльпанами. Я переехала туда с дочкой, которой тогда было 6 лет. Сейчас она уже совсем взрослая. Я переехала сначала в технический университет Индховена в 99-м году. Там я получила PHD. И после этого я поступила на работу в университет Твенте. И там я работаю до сих пор. Университет Твенте на самом востоке Нидерландов, на границе с Германией. Это моя биография. И в какой-то момент я начала писать книжки. Моя первая книжка я написала про воспитание подростков. Когда моя дочь была подростком, и с ней были всякие разные проблемы и приключения. И росла она в другой стране. Я написала книжку про то, как воспитывать подростков, и про голландский способ воспитания. После этого дочь моя стала поступать в ВУЗ. И я написала книжку про то, как выбирать ВУЗ. Это были мои две первые книжки. Я очень благодарна издательству Alpine Nonfiction за то, что меня нового автора просто так вот взяли и опубликовали. Мы самые первые. То есть у меня не было всех этих мучений. Эта книжечка я написала по-английски, опубликовала сама. Это как бы я написала более или менее для своих студентов, поэтому по-английски. И она называется IQ2Love. И это на самом деле совет молодым людям с техническим образованием, как знакомиться с девушками, как с ними себя вести. Но это было так, для развлечения, про любовь. На самом деле в России я довольно серьезный автор, то есть с нормальными опубликованными книжками. И сегодня, конечно, я стою здесь благодаря вот этой книжке «Кому нужна математика». То есть после того, как я написала про воспитание, про выбор ВУЗа и про любовь, я решила, что все-таки я математика, пора писать про математику. И вот появилась эта книжка. Эта книжка, к моему большому счастью, попала в финал премии «Просветитель» в прошлом году, благодаря чему я стою здесь перед вами, в разделе «Естественные и точные науки». была большая церемония, мы стояли на сцене, был там ролик про нас на большом экране. И, конечно, когда я выбрала математику своей профессии, я, конечно, никак не думала, что я выйду на большую сцену, что будет там мое лицо на экране. Это не входит в наши служебные обязанности обычно. Но это было очень удивительно и интересно. Идея этой книжки, книжка вышла в 2017 году, но идея этой книжки у меня появилась гораздо раньше. И сейчас я немножко расскажу вам, как у меня появилась эта книжка. И вот с этим мы начинаем первую часть нашего повествования «Продолжение математики». Дело было так. И с этого, собственно, книжка начинается… Назад. Ага, я люблю поближе к людям стоять. Темный силуэт нам не нужен. Ага, хорошо. Нет, темный силуэт нам не нужен. Так. Да. Я как-то уже давным-давно, это было больше 10 лет назад, я поехала на конференцию просто по работе. Я поехала в Америку. И в Америке огромная очередь на паспортной контроле. Я подхожу к этому пограничнику и таможнику, он уже уставший такой. И он меня спрашивает, зачем вы приехали в США? Я говорю, я приехала на конференцию. Он говорит, а на какую тему конференция? Я говорю, тема конференции про математику. И он задает мне вот такой вопрос. И что, кому-то еще нужна математика? И меня несколько ошеломил этот вопрос. Ошеломил он меня тем, что задал его человек, работающий в аэропорту. Понимаете, в этом аэропорту Атланты каждый час садится несколько десятков самолетов. Все эти чемоданы идут на какие-то конвейеры. И все это логистика, все это было кем-то спланировано, рассчитано, какой самолет куда будет садиться, во сколько и куда он полетит. Потом он считывает мой отпечаток пальцев, и компьютер ему выдает там галочку или крестик. Ну, галочку в моем случае, слава богу. Но откуда появляется эта галочка в компьютере? То есть он считывает мой отпечаток пальцев, преобразует эту картинку в цифровой сигнал, сравнивает ее с другими картинками, которые у него есть. И все это сплошная математика. Все это делается с помощью математики. Просто все. Причем не просто с помощью какой-то теоремы Пифагора, которые мы проходили в школе, которая, кстати, очень нетривиально используется везде. То есть она там тоже нужна. Но кроме нее нужна настоящая продвинутая математика. То есть я получаю иногда объявления о конференции, посвященных полностью аэропорту только, математические конференции. Понимаете? И то, что люди этого не знают, меня поразило. То есть на самом деле рассуждение бытовое, на мой взгляд, происходит примерно так. Теперь у нас есть компьютеры, они все могут посчитать. Зачем людям это математика? Но понимаете, электрическая машина, компьютер, у нее нет мозгов. Мы говорим, компьютеры умные. На самом деле компьютеры ничего не могут сделать сами. То есть это мы должны им сказать, как посчитать. А как? И оказывается, и я вам сегодня расскажу пример, что это очень непросто посчитать даже самые элементарные, казалось бы, вещи. И люди не осознают, сколько умной математики уходит на то, чтобы этот компьютер работал так, как он работает. То есть все мы понимаем, все мы видим, какие компьютеры становятся легкие, красивые, быстрые, но то, что зашитые в них алгоритмы и методы становятся гораздо лучше, это мало кто знает. Хотя на самом деле это играет еще больше роль. И вот я задумалась, что же это такое. Это, кстати, я. Это я себя нарисовала. Я себя не сама нарисовала, а сделала с помощью программы этой битмочи. Получается парадокс, что мы живем в мире цифровых технологий. И даже если вдуматься в название, цифровые технологии, то есть это цифра, это значит, речь идет о числах. То есть технологии, основанные на числах. У нас есть только одна наука, которая изучает числа, это математика. И при этом из всех наук люди задаются вопросом, а математика-то зачем нужна? Ну хорошо, биология, я понимаю, химия, медицина. А математика-то зачем? В эпоху цифровых технологий, действительно. Понимаете? И у меня вот этот парадокс, как у математика, в голове не укладывается, почему люди так мало об этом знают. И именно поэтому я захотела написать эту книгу. На самом деле, я вам сегодня расскажу про одно предложение математики, но предложений очень много. Одно из самых распространенных приложений это логистика. Сейчас ни одно планирование, ни одно расписание, ни какое серьезное производство или любой цепи доставки, любой большой организации не делается на пальцах. Это просто невозможно. Оно делается на компьютере, и даже на компьютере это сделать было бы невозможно, если бы не математический алгоритм. И на самом деле я слышала от коллеги, что из всех алгоритмов, для которых используются компьютерные наши мощности, из всех алгоритмов на первом месте по тому, сколько мощностей занимается он во всем мире, как раз являются алгоритмы оптимизации. То есть эта логистика, это одно из самых обычных применений, самых распространенных. Эта картинка, это очень красивая картинка, это интернет. И, конечно, вы можете понять, что в эпоху интернета, что интернет, что такое интернет вообще-то, что такое интернет? Чтобы я вам сначала покажу вот эту картинку. Так начинался интернет. Интернет – это компьютеры, связанные между собой проводами, по которым проводам идут данные. И началось это с того, что четыре университета в США работали над проектами для обороны. Естественно, для обороны. Оборона, кстати, часто бывает большим двигателем прогресса науки. И им нужно было обмениваться данными. И они решили соединить свои компьютеры, чтобы присылать данные друг другу напрямую. Так это все началось. И это началось очень давно, как вы видите, 50 лет назад. А эта картинка – это то, что интернет представляет из себя сейчас. Это по-прежнему… То есть вот эта вот большая сеть, если вы не видите эти маленькие, такие тоненькие линии. На конце каждой линии находится сервер или компьютер, или какая-то вот эта автономная станция. Они соединены между собой проводами, и по этим проводам идет информация. Цвета на этом рисунке означают континенты. Зеленая – это Европа, красная – это Азия и Австралия, фиолетовая – это Южная Америка, и синяя – это Северная Америка. Но вы заметили, что здесь еще есть белые линии. Что такое белые линии? Белые линии – это так называемая опорная сеть. Это вот эти международные линии. Например, от Европы до Америки по дну океана идет большой оптический кабель, и по этому кабелю гонят данные из Европы в Америку, цифровые данные. И вы можете себе представить, что передача цифровых данных – это практически передача какого-то сигнала. То есть тут куча всяких проблем. По какому маршруту его посылать? Вы видите, сколько разных маршрутов. По какому маршруту его посылать? Где меньше всего емкостей? Вообще, честно говоря, этой всей штукой никто не управляет. Разные куски интернета принадлежат разным странам. И это огромная сеть, состоящая из подсетей и из подсетей. Я опять вышла слишком в темный силуэт. Понимаете? И где вообще гарантия, что это все не развалится, например? Понимаете? Никто за это не отвечает. И чтобы понять, насколько быстро пройдут данные, насколько устойчива вся эта система, какие главные угрозы развалится она или нет, где сколько нам нужно проводов, чтобы передать все это рассчитывается и все это рассчитывается с помощью математики. То есть инженеры все это рассчитывают, конечно, с помощью математических моделей. Когда я говорю интернет, наверное, первое, что вам приходит в голову, ну, может, у кого-то Google, у кого-то, может, Яндекс, но первое, что приходит в голову, это поисковые системы. Да, вот уже молодой человек качает головой, и правильно. Значит, у нас очень распространено такое выражение «посмотрите в интернете», «поищи в интернете». На самом деле это немножко неправильно так говорить, потому что интернет, как я вам уже показала, это просто сеть, состоящая из компьютеров и проводов. Ну, фактически это физическая система. А информацию мы ищем не в интернете, информацию мы ищем в World Wide Web. И World Wide Web стало возможно благодаря интернету, но это не то же самое. Вот, как я вам показала, начало интернета, это начало World Wide Web. World Wide Web началась в лаборатории CERN в Швейцарии. И произошло это, по-моему, если я не ошибаюсь, у меня была тоже здесь ссылка, но позже, чем интернет. Вот, написано, 80-й год, примерно, 79-80-й год. Значит, что такое World Wide Web? Это фактически такое распространенное на весь мир хранилище информации. То есть, что такое веб-страница? Это просто файл. Как вот если вы пишете, например, документ или какое-то письмо, точно так же вы можете создать веб-страницу и поместить ее на своем компьютере. А что такое этот ваш браузер? Это программа, которая позволяет именно этот файл взять и кому-то послать, если он ввел ваш адрес. То есть, кто-то вводит ваш адрес, протоколы перерасчитывают, ага, эта страничка лежит там-то, и мы ее, значит, берем с этого компьютера и по интернету пересылаем на ваш компьютер. Но связи World Wide Web совсем другие. То есть, например, смотрите, мне очень нравится этот сайт, потому что он очень… Это самый-самый первый веб-сайт в мире, и он называется World Wide Web. Это просто очень-очень мило. Это их главная страница, и, может быть, кто постарше помнит еще веб-сайты, которые выглядели именно так, с синими линками и так далее. А как страницы эти связаны между собой? Они связаны линками. То есть, например, здесь вот написаны люди, которые участвуют в проекте. Если мы на этот линк нажмем, то мы попадем на другую страницу. То есть, как бы это тоже большая сеть от одной страницы к другой. Но это уже сеть виртуальная. Это уже сеть информации, а не сеть компьютеров и проводов. Да? Все понятно пока? Так вот. Когда мы говорим про World Wide Web, когда мы говорим про World Wide Web, то первое, что самое главное, что нам нужно, это информацию эту иметь найти. Потому что информации там очень много, и нам нужно ее каким-то образом найти. И вы знаете, что для этого мы используем пасковики. То есть, фактически, мы никогда не ищем ни по какой структуре, мы всегда пользуемся пасковиком. Вопрос в том, как работают эти пасковики. И все они работают примерно одинаково. Я не буду вдаваться в подробности именно устройства пасковика как такового. Я расскажу только об одной задаче, которая была решена математическим способом. Одна из самых главных, такая на миллиард долларов задача пасковиков, заключается в следующем. Представьте себе, что вы вводите какой-то запрос. Например, ну, не знаю, популярные лекции, научно-популярные лекции в Москве. Практически по любому запросу у вас выпадет очень много результатов, там, тысячи результатов. Если вы ведете городская детская библиотека, попробуйте просто, у вас будет там, ну, тысячи результатов. Может быть, миллионы даже на некоторую. Попробую кошку ввести, и будут миллионы результатов. И главный вопрос, в какой последовательности эти результаты выдавать пользователям? Какие страницы из этих тех, что мы нашли, самые главные, самые интересные, какие менее главные, менее интересные? Вот этот вопрос очень-очень важный. И что делали люди раньше, но до Гугла, и чем Гугл так замечателен, что до Гугла они пытались, ну, посмотреть, где лучше всего совпадает текст. Ну, вы сами понимаете, что если вы ищете что-то такое, общий тип ремонт квартиры, то текст будет совпадать очень на многих страницах. А вам хочется, ну, там, самую главную контракт. Ну, и вот я такой пример перевожу. Например, вы поехали в Нидерланды, и вы хотите узнать, как работают там поезда, и вы водите просто голландские железные дороги. Наверное, вам хочется на первом месте увидеть все-таки официальный сайт голландских железных дорог. Но на этом сайте нету, может быть, даже этого выражения, особенно этого выражения нет по-русски. То есть откуда вы тогда возьмете на первом месте эту страницу? Так вот, что сделал Гугл, и в чем был их прорыв, и на самом деле именно на этом они победили всех остальных, и именно поэтому это именно Гугл, а не, скажем, Яху, который сейчас является основным поисковиком. По тем временам они выиграли на том, что они придумали способ, как решить эту задачу, какую страницу поставить наверх. И сделали они это с помощью математики. Они сделали это с помощью чисто математического алгоритма, который я лично в своих собственных исследованиях тоже много изучала. Этот алгоритм называется PageRank. И они написали про эту статью, правда, они ее не опубликовали, они ее только поместили на своем веб-сайте. У этой статьи я сегодня смотрела что-то 12 с половиной тысяч цитат, и у нее опубликованы эти статьи. И она называется очень скромненько PageRank. Давайте наведем порядок в сети. Более или менее. Такое скромное название, потому что действительно это был способ, как упорядовать все это знание. Я не буду очень подробно объяснять, как работает PageRank, потому что это не тема сегодняшней лекции. Но я просто... А, я убрала даже эту картинку. Ой, я думала, я ее вернула. Но PageRank — это математически чисто алгоритм, который высчитывает, насколько важна эта страница, глядя на ссылки на эту страницу. То есть чем больше у страницы ссылок и чем более важны и сами ссылки, тем важнее и ваша страница. Но получается, что если, скажем, на мою страницу сослалась детская библиотека, а это очень важный веб-сайт, то я получаю гораздо больше очков, чем если бы там на меня сослалась какая-нибудь там маленькая местная библиотека. И они просто... И получается, поскольку мой статус зависит очень сильно от статуса тех, кто на меня ссылается, то получается, что вот эти вот PageRank, то есть мой PageRank зависит от PageRank тех, кто на меня ссылается, то получается, что все эти PageRank друг с другом вместе большую одну зависимую систему составляют. И эту систему, она — это математическая модель, и ее можно решить и посчитать, какой PageRank у каждой страницы, и дальше страницы с самым большим PageRank будут наверху. И это будут страницы, у которых больше всех ссылок и ссылки из самых весомых сайтов. И тогда, понятно, если вы ищете голландские железные дороги, то ничего не может попасть наверх, кроме официального сайта, потому что у него с этими ключевыми словами будет самое большое количество ссылок, и ссылки будут очень такие солидные тоже. Понятно? Но PageRank была даже не моя тема на сегодня. Я хочу сказать, что такие вещи, как PageRank, применяются не только для World Wide Web, но их можно применить и в других местах. Например, я изучаю социальные сети. Вот это пример — просто маленький кусочек Фейсбука. Просто маленький-маленький кусочек Фейсбука. А это очень интересный пример. Например, здесь точки — это люди, а линии — это твиттер. И линии — это когда кто-то... Один человек затвитил твит другого человека, то есть ретвиты. Это ретвиты. Линии — это ретвиты. И этот граф, этот рисунок сделал мой студент. Это ретвиты по поводу одного события в Голландии в 2012 году. Там произошло что? Бедная девочка, ей исполнялась 16 лет, и она попестила приглашение в Фейсбуке для своих друзей, но она его по ошибке сделала публичным на весь мир. И кто-то его нашел и стал приглашать других друзей. И в результате в этот день в этом маленьком городе Харен в Голландии, там вообще маленькая была деревня, и туда явилось несколько тысяч человек, и разгромили просто в Дарбадан весь этот город. Это было просто ужасно. В такой тихой, спокойной Голландии был настоящий такой вот райт, что называется, настоящие такие беспорядки. И вот это вот после этого события, ретвиты, и вот такого типа сети я изучаю. И сейчас, переходя к следующей части моей истории, я хочу сказать следующее, что вот я говорю, я изучаю большие сети, World Wide Web, вот такие социальные сети, вот такой вот Twitter. Ну, как ученые я их рассматриваю. Эта тема сейчас очень популярна. Я раньше тоже занималась чем-то другим, а сейчас я занимаюсь этим. И я не одна такая. Очень много людей сейчас занимаются изучением сетей. Даже социологи тоже стараются использовать вот какие-то такие данные сетей, онлайн-сетей. И во всех науках, и в физике, и в математике, и, естественно, в информатике, и в социологии, в психологии люди очень интересуются сетями, большими сетями. И вопрос, почему вдруг эта тема стала такой актуальной? Естественно, раньше у нас не было социальных сетей. Это понятно. Но почему у нас не было социальных сетей? Не только просто... На самом деле у нас их не было просто потому, что у нас не было таких построенных таких больших компьютерных мощностей. То есть на самом деле ответ на этот вопрос, чем объяснить такой взрыв к исследованиям больших сетей, нужно задать другой вопрос. Какой решающий фактор повлиял не только на развитие науки, но и на развитие бизнеса, и вообще во многом о нашем представлении о мире и о будущем за последние 20 лет? И ответ на это очень простой. Это то, что называется большими данными. Сейчас очень большое влияние имеет тот, у кого есть данные. То есть Facebook и Google стали очень влиятельными компаниями не только потому, что они дают какой-то сервис, а потому что у них есть наши данные. На самом деле это даже немножко страшно, и многие люди об этом беспокоятся, потому что это частные компании, и если какой-нибудь злой инопланетянин купит Facebook, то всем нам не поздоровится. Будем надеяться, что этого не произойдет, но просто сейчас как никогда у нас есть возможность перерабатывать и хранить такое огромное количество данных, что фактически все стало, что называется, data-driven, то есть все основано на данных. И если смотреть на социальные сети, то это тоже фактические данные, кто дружит с кем, и очень большие. То есть это часть вот этого огромного изменения, которое произошло за последнее время, что все стало основано на данных. И интерес к сетям связан тоже именно с этим. Мы просто даже можем их изучать, потому что у нас есть доступ к этим данным, потому что мы можем получить. Ну, понимаете, иметь данные, это далеко еще не означает все узнать. Понимаете, вот для человека более-менее то, что там мы знаем, мы как бы это можем использовать. Но для компьютера это совсем не так. У компьютера на диске может быть очень много знаний, но это не значит, что он их может напрямую использовать. То есть как анализировать эти данные, как из них извлечь информацию. Вот в чем очень большой вопрос. И сегодня я вам расскажу об одном приложении, которое связано именно с этим. Когда оказывается, что, казалось бы, очень простая задача, связанная с обработкой больших данных, оказалась физически нерешаемой. И это очень удивительно. Это одна из глав этой книжки. То есть я надеюсь, что... И остальные главы про другие предложения. Но я вот выбрала сегодня про эту главу рассказать. Начнем с маленького примера. Пример очень простого. Допустим, вы работаете в банке. И ваш банк, как и любой другой банк, в настоящее время очень много занимается данными. То есть они хотят эти данные использовать, чтобы как-то улучшить свой бизнес. В данном случае они выдали карточки. Но мы берем очень маленький пример. Выдали людям карточки, 50 людям, и номера у этих карточек от 1 до 50. Ну, понятно, что в жизни все гораздо больше, и круче, и длиннее номера, но мы будем с маленьким примером просто проще понять. И вот к нам приходят первые транзакции. Вот к нам пришло первые 10 транзакций. И вопрос, сколько клиентов воспользовались этими кредитными карточками? Ну, например, вот человек 50, он ее два раза использовал. Видите? То есть из этих 10 транзакций максимум 9 было разных. Если вы посмотрите на этот ряд, сколько человек воспользовались карточками? 8, да? 50 повторяется, и что еще повторяется? 48 повторяется. Совершенно верно. У вас не было никакой проблемы с ответом на этот вопрос. Отлично. Приходит 20 транзакций. А сейчас? Ага. Наш человеческий мозг уже говорит все. Все. Я должен взять бумажку, ручку, начать записывать. Это уже невозможно удержать в голове, да? Но, понимаете, у нас всего 30 транзакций. На таком бизнесе банк не продержится. Надо транзакций гораздо больше, миллионы. Что делать? Ну, мы говорим, ну ничего, там же не сидит какой-то клерк, который записывает транзакции. У них же компьютер есть. Надо, чтобы компьютер это обработал. Отличная мысль. Давайте посмотрим, что произойдет с компьютером. Как бы мы стали решать проблему подсчета на компьютере? Что вы думаете, надо сделать? Вот у нас пришло это 30 транзакций. Как мы будем решать эту задачу, если у нас есть компьютер? Как мы составим эту программу? Ну, хорошо. Давайте делать так, как мы сделали бы с бумажкой, но только с компьютером. Это будет быстрее. Запишем первое число. Это число 15. Вот оно у нас. Отлично. Дальше берем следующее число и сравниваем с записанным. 48. Если мы это число раньше не видели, то есть сейчас у нас 48 другое число, если оно новое число, мы его тоже записываем. Если мы его видели уже раньше, то оно нам не нужно, мы его пропускаем. Да? Логично? Так будет работать эта программа. Просто по-другому она работать не может. Тут нет никакого умного способа сделать это по-другому. Так. Отлично. Что дальше? То есть дальше мы берем 15, 48, 48. Новое число. Мы его записываем. И что дальше? Повторяем, начиная с шага 2. Берем следующее число. 32. Оно другое. Мы его записываем. 31. Оно другое. Мы его записываем. Берем 48, сравниваем. 15 не равно, 48 равно. Ага, выкидываем. Следующее число. 27. И так далее. Да? И так от 1 до 30. Ответ можно посчитать таким образом. И получается 22. Вот они все, эти разные числа. Спрашивается вопрос. Как это будет применяться на практике? Будет ли это работать? Нет ли тут проблемы? Проблемы. Естественно, вы понимаете, что если я задаю такой вопрос, то ответ, конечно, что проблемы есть. Да, иначе, что бы я стала тут про нее спрашивать, да? В чем проблема? Кто-нибудь может сказать из зала? На фастериал. Факториал – это актуальная проблема во многих задачах. Она проблема, когда у нас есть, скажем, 30 предметов, и нам их нужно расположить в разном порядке. Тогда разных порядков будет 30 факториал, и мы их всех обсуждать не сможем. Но здесь немножко другая проблема, потому что нам их не нужно в разном порядке расставлять, мы их смотрим просто подряд. Нам не важно, в каком порядке они. И просто сравниваем с записами. Проблема. То есть алгоритм у нас простой. У нас две операции только. Записать и сравнить. И все. В чем проблема? Записать в сравнении с записанными числами. Именно так. Сначала нам надо записать число, потом надо сравнить с записанными, потом снова записать. Так? То есть мы должны записать. Спрашивается, куда записать. Ну, понятно, в компьютерную память надо записать. Это естественно, да? И вот тут мы сталкиваемся с большой проблемой. Потому что если этих транзакций у нас миллионы, то очень быстро у нас на экране появится любимый значок любого программиста. То есть это то, что не хочется видеть на экране. Что делать? На самом деле проблем с памятью на нашей планете пока нет. У нас много ограниченных ресурсов. Нефть, чистая вода. Но компьютерной памяти у нас полно. А если не хватает, мы можем построить еще. Вот это кампус Яндекса. И все эти коридоры заполнены серверами, и на них можно хранить данные. То есть в принципе записать и запомнить миллионы, миллиарды чисел. Никакой проблемы в этом нет. Но тогда возникает проблема, которую только что назвал молодой человек, что надо не просто записать, но и сравнить с записанным. То есть то, что ты записал, надо еще и вытащить, и сравнить. И вот что получается. Что у компьютера на самом деле два вида памяти. Первый вид памяти — это жесткий диск. Его можно сравнить тоже. Он может быть у вас, он может быть на облаке, но он на каком-то таком вот сервере. На сервере можно хранить сколько хочешь. На жестком диске. И у компьютера есть оперативная память. То есть оперативная память — это вот когда вы включаете компьютер, открываете свои программы, вот все, что там вы делаете прямо сейчас, у вас все в оперативной памяти. И они очень разные. На жестком диске памяти сколько угодно. А компьютерная память — это же физическое устройство. То есть надо хранить информацию в нулях и единицах. То есть маленькая ячеечка микроскопическая используется для этого хранения. То есть это, ну, как бы физическая чистая вещь. Вот. На жестком диске, пожалуйста, ячеек сколько угодно. Но к нему нужно дойти. А в оперативной памяти, оперативная память очень быстрая, но она потому и быстрая, что она очень ограниченная. То есть можно сравнить, в книге мы сравним тоже как, представьте себе, что вы читаете книжку по-английски, но, значит, это сложные книжки, там сложные слова. И когда вам встречается незнакомое слово, вы пользуетесь словарем. Но только словарь лежит в библиотеке. То есть каждый раз у вас незнакомое слово. Это сравнивается с жестким диском. Каждый раз, когда вам встречается незнакомое слово, вы делаете следующее. Вы идете в библиотеку, находите в каталоге словарь, берете словарь, ищете в нем слово, записываете перевод, ставите словарь на место, отправляетесь домой, садитесь на диван до следующего слова. Так работает жесткий диск. Именно так То есть каждый раз, когда вам нужен доступ Вам нужно как бы все это делать сначала И поэтому это медленно А оперативная память Можно сравнить, что если словарь лежит с вами Рядом на диване Тогда вы можете посмотреть его очень быстро Но, к сожалению, если вам нужен словарь и английский И целые британские энциклопедии Или еще что-то, еще что-то То на диван полбиблиотеки вы не поместите И получается Вот такой вот Сложный баланс То есть что же получается Что нет в мире совершенства Хотите много памяти Значит медленно, хотите быстро Значит мало памяти И получается, что Если мы считаем Вы должны посчитать такую простую задачу Решить такую простую задачу То жесткий диск Займет очень много времени А оперативная память переполнится И это очень интересно Когда я впервые это поняла Я была очень удивлена Потому что эта задача очень распространенная Например, школьники подают заявление в ВУЗ Каждый школьник может подать в несколько ВУЗов Сколько всего школьников подали заявление в этом году? Разных школьников Сколько районов обслуживает наш супермаркет? Сколько разных почтовых индексов, например? Сколько людей обсуждают нашу политическую партию? Десять фанатиков или миллион разных людей? Такого рода проблемы возникают все время И мы просто не можем их решить Это просто правда Эти проблемы физически нерешаемые С нашими доступными нам сегодня технологиями Когда у вас данные лежат на облаке И очень многие у многих компаний данные лежат на облаке На облаке это означает, что есть большая компания Например, Google У которых есть много серверов И они за деньги хранят ваши данные И обрабатывают ваши данные на своих серверах Google предоставляет услуги по хранению и обработке больших данных Так вот, у них есть запрос Когда у вас есть там ваши данные там лежат У них есть запрос, который называется Count Distinct Это означает по-русски посчитать разные элементы Это именно тот пример, который я вам приводила Так вот, они говорят, что эту команду они получают Эти запросы 5 миллионов в день И из этих 5 миллионов примерно 100 запросов Где нужно посчитать миллиард разных объектов Представляете? То есть это серьезная проблема То есть этот подсчет делать надо Но мы этот подсчет сделать не можем И это очень удивительно на самом деле Что мы со всеми нашими технологиями не можем это сделать Но, конечно, именно здесь Когда технологии затыкаются Именно здесь приходят на помощь математика И в данном случае нам нужно принять одну вещь Что если у нас не получается получить точный ответ То надо о точном ответе забыть У нас просто чисто физические ограничения Которые нам не позволяют этот точный ответ получить Нам надо смириться с тем, что ответ у нас должен быть приблизительный И как только мы согласны на приблизительный ответ У нас возникают две совершенно четко сформулированные задачи Которые можно сформулировать математически Нам нужно, чтобы решение было быстрое И как можно точнее То есть нам нужен баланс между скоростью и точностью Вот что нам нужно А абсолютная точность нам не нужна Пусть будет приблизительное, но пусть приближение будет хорошее Вот что мы хотим И для этой задачи есть много решений И сегодня я вам расскажу про решение Которое придумал французский математик Филипп Флажоле И я должна сказать, что я была с ним знакома Но я не знаю, помнил ли он меня Он умер, к сожалению Но я-то его точно помнила Я приезжала тогда Он работал в Индре, в Париже Я приезжала туда работать с другим коллегой И Флажоле сидел в этом же коридоре И иногда даже заходил И очень часто выходил курить Он курил очень много И он был, конечно, такой очень колоритный, нетривиальный человек И много вкладов внес в математику Это был выдающийся ум И сегодня я расскажу про его способы решения этой задачи Опять наш ряд И чтобы понять решение Флажоле Сначала я расскажу про решение, которое было до Флажоле Потому что это решение понять очень легко И тогда вам будет легче понять решение Флажоле Но, может быть, маленьким девочкам будет сложнее немножко понять Но я надеюсь, хоть немножко Первое решение называется камень умальных значений И оно делается так Значит, хорошо, нам не нужно считать точно, нам нужно считать приблизительно Поэтому давайте не будем запоминать все Давайте запомним, сколько это самых маленьких значений, которые мы видели А остальные мы выкинем Например, давайте из этого ряда запомним только пять самых маленьких значений Они у нас были из всех единиц Двойка, пять, восемь и десять Вот это пять значений, которые мы видели Маленьких значений, которые мы видели Остальное мы не запоминаем То есть, когда мы закончили проходить этот ряд У нас есть пять этих чисел Дальше рассуждение очень простое У нас получилось пять значений на интервале от 1 до 10 Так? Вот Что это означает? А всего у нас интервал от 1 до 50 Значит, что нужно сделать? Ну, более или менее 5 на 5 То есть, у нас интервал не от 1 до 10, а от 1 до 50 Значит, 5 на 5 примерно 25 разных чисел Ну, на самом деле, было 22, не 25 И на самом деле, поскольку у нас есть края интервала, то делают еще и коррекцию на края. То есть делают не 5, а 5-1, и получается 20. То есть по этому алгоритму оценка будет 20. Но 20 – это тоже не 22, но все-таки это и не 5, и не 45. Это не совсем бессмысленная оценка. Понятно, как это работает. Но для этого нам нужно запоминать k минимальных значений. То есть если у нас есть n чисел, извините за буквы, но я вам покажу, какие буквы. То есть если у нас есть n чисел, ну подумайте, n, допустим, миллион или миллиард, то давайте подумаем, сколько нам надо запомнить. Я не буду объяснять, но к вопросу к тому, зачем людям нужны логарифмы. Если вам, например, нужно посчитать, сколько места в компьютерной памяти у вас займет определенная информация, то это именно логарифм. А вопрос, зачем мне нужны логарифмы, я слышала много раз. Поэтому неважно, знаете ли вы или не знаете, что такое логарифм. Сейчас я просто покажу на числах. Так вот, что Флороле придумал. Он придумал не логарифм, а двойной логарифм. Он придумал алгоритм, который назывался гиперлог-лог, и лог-лог означает двойной логарифм. И сейчас я вам покажу просто на цифрах, что это означает. То есть представьте себе, что у нас миллиард разных объектов, тогда двойной логарифм – это всего 4,9. То есть это 5, это ничто. То есть двойной логарифм от числа – это число очень-очень маленькое. Вот главное, что об этом можно запомнить. То есть представляете, Флороле научился считать миллиард объектов, используя 5 ячеек памяти. Ну, грубо говоря, порядка. То есть, конечно, это очень эффективно. Если мы сравним, например, если мы захотим 100 минимальных значений, то нам нужно будет 100 логарифм от миллиарда, и это все-таки уже будет гораздо больше. То есть это уже нужно гораздо больше запоминать. То есть это алгоритм по памяти, по тому, сколько памяти нам нужно, гораздо более эффективный. Сейчас я вам попробую объяснить, как это работает. Я сделала это все в картинках, и я думаю, что будет понятно. Значит, этот алгоритм использует так называемые хэш-функции. Сейчас я вам покажу, что это такое. Например, нам нужно посчитать, сколько разных магазинов. Вот люди пользовались этой кредитной карточкой в интернете. Что такое хэш-функция? Каждому объекту хэш-функция присваивает ряд нулей и единиц. Они так устроены, что эти ряды нулей и единиц получаются практически случайными. Но это функция в том смысле, что если мы туда введем H&M, то мы получим этот ряд, и если мы снова введем H&M, то мы снова получим этот ряд. То есть фактически нам нужно посчитать, если нам нужно посчитать, сколько у нас разных объектов, то фактически нам нужно посчитать, сколько у нас разных хэш-функций. Более-менее. Так, отлично. Теперь что делает гиперлоглог? Гиперлоглог делает вещь наглую, просто до невероятности. Просто до невероятности. Мы сначала сказали, не хотим все запоминать. Потом сказали, давайте запомним 5 минимальных или 100 минимальных. Потом сказали, мы и 100 минимальных не хотим запоминать. Вот что мы хотим запоминать. Смотрите, когда мы смотрим на эти разные хэш-функции, мы запоминаем только максимальное количество нулей в начале, которые мы когда-либо видели. То есть, например, здесь мы видели 1,0, максимальное 1. Здесь мы видели 3 нуля, записали 3. Здесь 0,0, то есть остается 3. Здесь 1,0, то есть остается 3. Здесь 0,0, то есть остается 3. И в результате, после обработки всего этого ряда, ответ 3. И это единственное, что мы запоминаем. Ну, на самом деле, немножко не совсем так, но более или менее идея в этом. Так, и чем это нам понадобится? Дело в том, что эти хэш-функции, они практически случайные. И дальше посмотрите. Вероятность 0 равна 1,2, и вероятность 1 тоже равна 1,2. То есть, чему равна вероятность, что у нас будет сначала 3 нуля, а потом 1? 1,2, в четвертый. 1,2, 1,2, 1,2, и для единички еще раз 1,2. То есть, это будет 1,16. Это будет 1,16. И рассуждение такое. Если у нас вероятность 1,16, то это означает, что мы видели примерно 16 объектов. То есть, мы увидели объект, вероятность которого была 1,16, значит, примерно мы их видели 16. Это наглость. Потому что вы сами понимаете, что это очень-очень неточно. Но это очень крутая идея, потому что смотрите, что нам нужно запоминать. Нам нужно запоминать только одно число, максимальное число нулей. Ну, что сказать. Для практики такой подход не годится. Ну, все-таки, извините, меня тут было у нас сколько? Только 4 магазина, а не 16. То есть, клиенты будут недовольны, если мы будем использовать такую грубую оценку. Но дальше, понимаете, когда идея уже есть, то сделать идею для практики пригодной – это уже другой вопрос. И постепенно он решается. Так вот, Флажоле, на самом деле, сначала вот это вот… Он сделал сначала эту идею лок-лок, запоминать только начало, сколько университет в начале. А потом он написал статью, которая оказалась очень влиятельной, которая называется Hyperlog Log. И вот этот вот Hyperlog Log, он как раз улучшал точность. То есть, там было применено несколько разных способов, чтобы оценка была не такой грубой, а чтобы оценка была более точной. Например, он разбивал хэш-функции на регистры, он применял между регистрами особые хитрые усреднения и так далее. Но в результате он добился того, что он получил алгоритм, который, основываясь на этой идее с нулями, давал приемлемую для практики точность. И Google, например, ну и Amazon тоже, и все компании, когда им нужно посчитать различные объекты, пользуются именно этим алгоритмом. Ну, надо сказать, что Флажоле умер в 2012 году, а его алгоритм начали внедрять широким фронтом в 2013-2014. И я до сих пор не знаю, например, я не знаю, знал ли он об этом. То есть, знал ли он, что его алгоритм нашел такое широкое применение и найдет, я не уверена. Вот, и это тоже очень жаль. Прямо вот он умер, прямо ненадолго, но, может быть, он знал. И обычно математики понимают, насколько влиятельны их результаты, но просто жалко, что он этого не увидел. Вот. Ну что, как у нас со временем? Все отлично пока, да? Тогда я вам скажу, я изучаю сети, и почему мне так понравились эти счетчики. Это называется вероятность на счетчике, о чем я вам рассказала. Потому что на самом деле в соцсетях они тоже имеют значение. Оказывается, в соцсетях, когда мы изучаем их свойства, мы сталкиваемся с точно такой же задачей о подсчете. И это очень интересно, потому что это немножко неожиданно. Представьте себе, это наша социальная сеть, такой микро-фейсбук. И у нас вот эти вот все буковки, это все люди, они друг другом дружат. Эти красные линии – это дружба. И дальше, например, мы можем посчитать расстояние. Например, расстояние между А и H – 2, потому что у нас от А до Б, от Б до H. Два шага. И таким образом можно померить расстояние. Вы знаете, может быть, что в социальных сетях есть такой феномен, называется «six degrees of separation», то есть «шесть рукопожатий» по-русски он называется. Это закон от шести рукопожатий, что вас от любого человека на Земле отделяет цепочка шести знакомых. То есть вы можете пожать руку первому, первой, второму и так далее, и за шесть людей вы можете дойти до кого угодно. Раньше было очень трудно проверить, проверить, правда ли это. А с Facebook, например, проверить это ничего не стоит, потому что все дружбы записаны. Но, по крайней мере, у Facebook и на сервере все это есть. И спрашивается, может ли Facebook, имея все данные о том, кто с кем дружит, посчитать расстояние в сети. И оказывается, это очень сложная задача именно не только потому, что у Facebook миллиард юзеров. То есть если у вас миллиард юзеров, то вам нужно миллиард на миллиард, я не знаю, единичка с 18-ю нулями, сколько вам нужно разных расстояний посчитать. Так? Ну, пополам. Но примерно такого порядка. То есть дело не только в том, что очень много пар, между которыми нужно считать расстояние, но дело еще и в задаче о подсчете. Как так получается? Допустим, мы хотим взять участника А и посчитать, сколько других участников от него находится на расстоянии 1, то есть его друзья, на расстоянии 2 и на расстоянии 3. Допустим. Мы хотим это сделать. Так. Что мы будем делать? Сначала мы берем сам узел А, и вот таким фиолетовым я обозначила его друзей. Эти друзья все находятся на расстоянии 1. То есть мы можем от узла А пройти по всем этим связям и посмотреть, кто его соседи. Так? У всех у них расстояние 1. Отлично. А теперь вопрос. Значит, как это все подсчитать? Что мы делаем? Мы берем этих людей, которые на расстоянии 1, и делаем еще одну итерацию. Смотрите. Значит, это называется поиск ширину на компьютере. Мы начинаем от узла А, найдем всех друзей, их расстояние 1. Дальше мы начинаем искать от друзей и находим всех их друзей. И дальше вопрос. На каком расстоянии друзья друзей находятся от А? И если вы посмотрите, то некоторые друзья друзей находятся на расстоянии 2, а некоторые друзья друзей находятся на расстоянии 1. Смотрите. Получается, сейчас я объясню, что видите, получается та же самая проблема с памятью. Вот у нас А, и вот его друзья. Так? И дальше, если мы начнем смотреть на друзей и друзей, то, скажем, друзья, на Б будут А, А и Д, и Д, и Д, и А. Но G и H будут на расстоянии 2, D будет на расстоянии 1, а А вообще на расстоянии 0. Да? Каким образом мы можем понять, кто на расстоянии 1 из друзей друзей, а кто на расстоянии 2? Ну, понятно, что нам нужно сделать. Нам нужно запомнить тех, кто на расстоянии 1. Да? То есть запомнить, что эти ребята были на расстоянии 1, и тогда, если следующие друзья друзей в этот список не входят, то они тогда на расстоянии 2. Но тогда нам нужно запомнить всех, кто был на расстоянии 1. А это та же самая проблема с памятью. И проблему это решил Себастьян Винни, я хорошо его тоже знаю, и они решили это вместе с сотрудниками Фейсбука в 2012 году, когда они применили именно ту же самую идею флажоле. То есть вместо того, чтобы запоминать, они стали считать, сколько народу на расстоянии 1, 2, 3, и они считали это с помощью такого же алгоритма Hyperlog-Log, как в задаче о подсчете, и дальше уже, исходя из этих данных, они сумели подсчитать расстояние. И расстояние на Фейсбуке, кстати, оказалось очень маленькое. На Фейсбуке среднее расстояние между двумя пользователями оказалось 4,7, то есть еще меньше, чем 4,7 между двумя людьми. То есть в терминах шести рукопожатий это… Нет, все правильно, 4,7 так будет. Да, то есть вместо 5,5-6 рукопожатий получается 4,7 рукопожатий. Вот у них эти все средние данные. То есть это здесь расстояние, а здесь сколько процентов юзеров находится на таком расстоянии. Вы видите очень большой пик в районе 5 и чуть меньше 5. Вот такая вот интересная задача о подсчете, которая оказалась нужна в самых разных контекстах. Именно в этом и заключается на самом деле сила математики, что одна и та же задача оказывается нужной в разных контекстах. Одно и то же решение может оказаться нужной для самых разных задач. Дальше я написала вот эту книжку, написала про интересное приложение, стала выступать с этим, как я сейчас выступала перед вами. Я смотрю, вы уже даже немножко устали от всей этой математики. А после лекции ко мне стали подходить люди. И люди ко мне не подходили с вопросом про приложение в основном. Потому что я как-то, ну хорошо, они не знали про приложение, теперь узнали. Я надеюсь, я всех убедила, что задача о подсчете была сложная, что нужна была математика для ее решения. Я думаю, что если вы послушаете подобную лекцию, то вы сомневаться особо в этом не будете. Что есть другие приложения, что нужна математика для логистики, это все легко поверить. Но люди подходили к другим вопросам. Они говорили, ну хорошо, все это очень нужно, все это очень важно, ну пусть математики это и делают. А мне это зачем? Мне это зачем изучать про синус, про логарифм? Или еще чаще, зачем это моему ребенку? Вот я, понимаете, я сам технарь, я все это понимаю, я все это люблю, но мой ребенок безнадежный, гуманитарий, у него там нет технических мозгов, там или у нее это все неинтересно. И зачем нужно ли им это с этим связываться? Я давала разные ответы на этот вопрос. И этот вопрос привел меня к большому интересному развитию событий, потому что в результате всех этих вопросов в моей жизни появилась Алла Кичиджиан, которая вот сидит здесь впереди. И мы с ней вместе организовали группу, которая называется «Математика. Великая и ужасная». Это группа в Фейсбуке, в ней сейчас 12 тысяч участников. И мы ее завели как группа математики для не математиков. Я математика, Алла сама журналист была, креативный продюсер соцсетей. Она полнейший вот такой настоящий классический безнадежный гуманитарий. И мы создали эту группу, потому что Алла сказала, вот я всегда считала себя гуманитарием, а я хочу попробовать изучить математику. А можешь ли ты меня обучить через Фейсбук математике? Я говорю, ну да, попробуем. Она говорит, а у меня есть еще желающие. И так вот началась эта группа, где мы обсуждаем математику. Вот это, значит, мы создали эту группу. И из этой группы очень много у нас появилось интересных наблюдений. И самое первое интересное наблюдение, что даже в нашей группе образуется серьезный водораздел, что вот эта вся математика служит как бы серьезным водоразделом между, скажем, технарями и гуманитариями. И первые смотрят на формулу и другие смотрят. И это очень явно видно, даже видно в нашей группе. И мне кажется вот сейчас, что это разделение абсолютно искусственное. И доказательство этому у меня очень простое, потому что математика как бы служит таким водоразделом, но никакой другой предмет почему-то нет. То есть и дело тут не в том, что... То есть я считаю, что такое понятие, как гуманитарные мозги, это абсолютно выдуманное понятие, которое, кстати, никакими исследованиями не доказано, что это такая вещь вообще существует. И проблема здесь не в гуманитарных мозгах, а в чем-то совсем-совсем другом. То есть я, честно говоря, считаю, что так быть не должно. И я считаю, что безнадежные гуманитарии, которые себя считают, должны математику все-таки изучать. И я сейчас попробую привести три аргумента, почему это полезно. И то, что у меня стоит здесь, это первый аргумент. Особенно в молодом возрасте мы никогда не знаем, какое знание нам пригодится. И математика. Это не только какие-то там пыльные формулы, которые никому не нужны. Вот новость. Они нужны. Они нужны. И если вы хотите заниматься когда-либо, хоть чем-либо техническим, то вам эти формулы понадобятся. То есть этот человек, например, математика ему не нравится, но нравится работать с компьютерами. Хочет разобраться в криптографии. Вы знаете, я могу сказать честно, что я очень плохо разбираюсь в криптографии. Это очень сложная математика. И нужна подготовка. То есть это неправда, что это знания не нужны. Эти знания нужны в довольно широких областях. Моя сестра училась на MBA и звонила мне из Америки, она в Америке училась, спрашивать, почему производная от X степени N вычисляется именно по такой формуле, а не по другой. Потому что она не могла использовать эту формулу, не поняв. Но в экономике формулы тоже очень нужны. Очень много и довольно продвинуты. То есть не надо недооценивать спектр занятий, где эти знания нужны именно как знания. Не надо думать, что эти знания не нужны. Они нужны. Это раз. Во-вторых, я тут посмотрела, что у вас недавно выступал Борислав Козловский. И рассказывал он именно про эту книгу. Максимальный репост. Подобная книга, ну может не подобная, но на схожую тему вышла недавно нашумевшая книга на Западе, Katie O'Neill, Weapons of Mouth Destructions. О чем говорят такого рода публикации? Они говорят о том, что наша жизнь все больше и больше определяется алгоритмами. Дадут ли вам ипотеку? Сколько будет стоить ваша страховка? Сколько будет стоить ваш самолетный билет? Остановят вас полицейские или не остановят? Или сколько полицейских будет гулять вокруг вашего дома по сравнению с дромом в другом районе? Сейчас все больше это определяется на основе больших данных с помощью алгоритмов. И когда люди... И, значит, проблема, что эти алгоритмы бывают, что кормят вас фейковыми новостями, дискриминируют и делают кучу всяких гадостей. Принимают за вас решения, которые не дают вам ипотеку, хотя, по идее, вы могли бы спокойно ее получить и оплатить. Так вот, почему так получается? И одна из проблем, о которой говорит Кейти О'Нейл в своей книжке, то, что она называет opacity. Opacity означает непрозрачность. То есть, когда вы приходите и говорите, а почему вы мне не дадите страховку? А вам говорят, а мы вот посчитали, и у нас выдал компьютер, что вам страховку мы дать не можем, что риск слишком высокий. А вы говорите, а как вы посчитали, что вы использовали? Ну, вы знаете, это математический алгоритм. Это очень сложно. Мы не можем вам объяснить. Понимаете? Вот. И это большая проблема. То есть, все больше и больше искусственный интеллект будет управлять нашей жизнью. И чем меньше мы знаем о том, как это все работает, тем нам же хуже, честно говоря. Нам нужно сказать, нет, извините, уж вы мне попробуете объяснить. Вы какой метод тут используете? Вы какие данные взяли? Вы их почистили или не почистили? Но для того, чтобы понять все эти статистические, все эти алгоритмы искусственного интеллекта хоть немножко, конечно, нужно знать математические основы, ну, элементарные какой-то статистики. То есть, математическое образование, математическую грамотность населения, конечно, надо повышать, потому что иначе просто люди, которые не понимают, это люди зависимые. Люди, которые не понимают, что управляет их жизнью, они как бы теряют свободу. Это как не понимать, что такое парламент. Понимаете? Или как не понимать, что растения надо беречь, потому что они производят кислород. Есть третья причина, о которой можно спорить. Но, например, когда вы уходите в зал, то вы занимаетесь физкультурой, это чисто физическое занятие. Вы занимаетесь ей, чтобы укреплять мышцы. Так вот, математика, это чисто интеллектуальное занятие. Я показала вам приложение, но все эти приложения возможны именно потому, что математики могут абстрагироваться от реального предмета, придумать идеальный объект, который на него похож, ну, скажем, заменить дорогу линией или заменить название магазина хэш-функции и придумать, что она генерируется случайным образом. Вот. И уже дальше математики работают с этими своими идеальными объектами. Поэтому, когда вы изучаете математику, то это упражнение чисто интеллектуальное. Из А следует Б, из Б следует С. И вот эта строгая логика, это спортзал для ваших мозгов. И если вы мне можете, если кто-то мне скажет, что, ну, хорошо, почему обязательно вот это нужно изучать, чтобы, то есть, если я никогда с этим не столкнусь, если это знание мне никогда не понадобится, зачем мне это нужно изучать, я могу сказать, многие ли из вас очень часто в нормальной жизни поднимают гантели? Или вы их поднимаете только в спортзале? Мы их поднимаем только в спортзале. Но мы это делаем для того, чтобы у нас были сильные руки. А сильные руки нам нужны везде. Не только в спортзале. Точно так же математика развивает определенные аналитические способности, которые людям нужны везде. Вы придете работать в пиар, и с вас будут ожидать, что вы сможете сделать обычные логические рассуждения и какие-то умные заключения. Именно этому учит математика. Простроить, проструктурировать. Я думаю, что Алла не даст соврать. В конце можете задать вопросы ей, почему она в 45 лет как безнадежный гуманитарий взялась изучать математику, и что ей это дало. И она может вам сказать много интересного. Тогда люди говорят, ну хорошо, убедили, убедили. Да, надо мозги тренировать, да, может понадобиться, да, надо знать, как это все устроено в цифровом мире. Но я не могу. У меня нет способностей. Я, у меня гуманитарные мозги или у моего ребенка. Я не в состоянии это освоить. Понимаете, для меня сейчас уже после всего этого опыта павелизации это звучит как будто сказать, я не могу отжаться. Ну, бывают люди, у которых там нет рук. Но это все-таки большое исключение. Если у вас есть руки, наверное, вы можете отжаться. Понимаете, точно так же и математику. Я сейчас убеждена, я прочитала вот эту книгу Джо Боулер, она, кстати, скоро выйдет. Она уже, по-моему, вышла в электронном виде, скоро выйдет, в напечатанном виде тоже в издательстве МИФ. Где она пишет, что каждый в состоянии освоить математику. И я сейчас верю в это. Я верю, что каждый в состоянии освоить математику. И в определенном степени, когда вы говорите, когда там, ну не вы, а кто-то говорит, что я не могу, это мне не дано, в определенной степени это уход от трудностей. Вы знаете, гантели поднимать тоже не очень приятно. Вот, и увеличивать вес постепенно. Но без этих трудностей математику не освоить. И в какой-то степени, окей, я не понимаю, ну и бог с ним. Вместо того, чтобы сделать усилие и понять. Но я бы не стала ни за что говорить, что все люди, которые поставили крест на математике, это их как бы вина. Кстати, в нашей группе мы запретили критику. И мы получили очень много критики для того, чтобы мы запретили, потому что мы запретили критику. Вот, очень нас критиковали за это сильно. Но мы удаляли все эти посты, потому что критика в нашей группе запрещена. А вот Али не посчастливилась выступить на научно-популярном канале, где критики не было запрещено. И там такое понаписали. У меня это было на слайде, но я решила неудобно показывать. Понимаете, когда девушка пишет, например, я в школе математики ничего не понимала, по другим предметам все было нормально, а в математике никак, то кто-то написал «Значит, валентяйка?» И не хотели думать. Понимаете, вот я это мнение я это мнение не разделяю. Понимаете, это не только, что люди не хотели, но в том, что происходит в школе, есть огромное количество проблем. То есть, то, как дается математика и то, что она себя представляет в школе, на самом деле подходит далеко не всем. И мы с Аллой выявили много моментов, где людям становится тяжело. И вот первый момент. Тяжело становится, когда на сцену уходят буквы вместо чисел. Чисел люди как-то еще понимают, а с буквами бывает очень тяжело. И один простой очень пример. Значит, вот с числами пример. Ни у кого не вызывает сложности. Все могут умножить 18 на 5. И умножают очень просто. Ну, например, разобьем 10 на 5 плюс 8 на 5. Ни у кого не возникает с этим сложности. Это, кстати, 18 на 5. Это, кстати, любимый пример Джо Боллера, потому что его можно решить огромным количеством разных способов. Ну, все. То есть, вот так вот делают большинство людей. Ну, что это такое? Это не что иное, как просто раскрытие скобок. Мы взяли 10 плюс 8, умножили на 5, и вот как раскрываются эти скобки. Первая часть плюс вторая часть. Как только появляются буквы, становится страшнее. Ну, хорошо. Можно подумать, что буквы – это тоже число. И хорошо, вот здесь вот было 10 плюс 8, а здесь а плюс б, здесь умножить на 5, здесь умножить на с. Ну, как-то я еще могу себе представить, то есть а у нас было десяткой, то есть это все как-то вот похоже. Еще это еще как-то можно понять. Но дальше математики знамениты следующим словом. Аналогично. Все все поняли? Все все поняли? Все все поняли, да? Здесь все понятно? Ну, аналогично. Хоп! И кому-то понятно. А кто-то сидит, и, например, Алла сказала мне на это, Алла сказала, слушай, я ничего не понимаю, а где аналогично? Здесь 4 буквы, здесь 3, здесь 2, скобки, здесь 1, здесь 2 шага делала, почему? Я ничего не понимаю. Я не понимаю, откуда ты это взяла. Я вот смотрю на эту картинку и не вижу. И я вдруг поняла, что действительно люди воспринимают буквы как алфавит, как картинку. Это очень серьезный шаг начать воспринимать букву как число. И каким-то людям на этот шаг нужно просто немножко больше времени. Просто немножко больше времени. Но как только они это понимают, то понять это все можно. И Алла, когда поняла, сделала такую прекрасную вещь, она объяснила, как умножить 12 на 13. Она нарисовала вот такой прямоугольник. Здесь у нас 13, здесь 12. И дальше его разбила. Здесь у нас 10 на 10 квадратик получился, здесь 10 на 3 прямоугольничек, здесь 3 на 2 прямоугольничек, и здесь 10 на 2. И получилось 100, 100 плюс 20, плюс 30, плюс 6, и получился ответ 156. 12 на 13. Ну вы понимаете, что очень многим гораздо понятнее вот этот квадрат. Мне, например, не нужен квадрат. Я смотрю на это, и вот как молодой человек здесь впереди. И мне все, мне больше ничего не надо. Когда Алла это нарисовала и запостила в группе, я сказала, ты издеваешься, что ли, надо мной? Что? Это что? Что было непонятно? Скажи мне, что было непонятно? Мы только что все обсудили, все решили, все участники все решили, все довольны. А у нее тысячи перепостов. И люди прямо, наконец-то, наконец-то стало понятно. Понимаете? И дальше мы получили вот это вот от нашего издателя. Когда мы написали книжку, я книжку вам еще покажу, он сказал, что когда он понял, как раскрываются скобки, что это была не какая-то волшебная формула, которую надо было запомнить наизусть, а что это имеет какой-то смысл, на него это произвело колоссальное впечатление. Говорит, мне нужно было 10 минут погулять, чтобы просто прийти в себя. Понимаете? У людей огромный энтузиазм и просто огромное счастье, когда они вдруг видят логику. Человеческий мозг любит логику, как наши мышцы любят физическую нагрузку. То есть не надо себя этого лишать, а надо эти упражнения мозгу дать. И когда понимаешь, как это все устроено, как все друг с другом связано, это просто огромное счастье. Я почти закончила. Я хочу сказать, почему вообще так происходит. Дело в том, что математикой мы знакомимся и с школой, и даже вот в книжке Боулер было написано, это было очень интересно, что школьная математика, понимаете, что такое мы представляем себе индивидуальная работа, что главное не ошибиться, главное, чтобы все было правильно. Чуть, что неправильно, нет, это неправильно. Вот в группе у нас так делать нельзя. И надо выучить наизусть много непонятных формул. И тогда все будет так. Даже люди, которые получают пятерки, даже наш издатель хорошо учился по математике, просто все выучил наизусть. И когда я стала искать в Гугле, как бы заниматься математикой, то я получаю вот такие картинки в основном. Но на самом деле, вот я занимаюсь математикой как профессией. И я могу вам сказать, что математика на самом деле, та математика, как знаю я, это совсем не то. Мы все время обсуждаем, мы спорим, мы не знаем, какой будет результат. Мы делаем огромное количество ошибок. Мы даже публикуем ошибки порой, но это все-таки мы стараемся избежать, но так случается. И рассказываем о них друг другу, потому что мы учимся на ошибках, и Боулер, кстати, тоже пишет, что за ошибки надо хвалить, их надо поощрять, надо все время спрашивать, а почему ты так делал? Не надо кричать неправильно, надо сказать, а почему? И может быть у человека было здравое рассуждение, может у него было даже очень оригинальное рассуждение, потому что рассуждение гораздо важнее, чем правильный ответ. И наконец, математика, это очень креативный процесс. То есть, когда я пыталась найти, заниматься математикой, я честно ожидала найти что-то такое. Вот. Но я нашла эту картинку, когда я ввела заниматься математикой вместе. Сейчас есть очень много новых педагогических методов, где математика выглядит именно так. И со своими студентами я пытаюсь тоже добиться именно вот такой картинки, а не такой. И если процесс пойдет вот так, то вы увидите, что в классе ни одного безнадежного гуманитария не останется. Я очень люблю эту цитату. Это цитата знаменитого ученого и учителя Пола Лохарда. Я не возражаю против формулы фактов, я жалуюсь на отсутствие математики, на уроках математики. То есть, то, чем занимаются математики ученые, в школе люди не видят. Ни приложений, ни живого процесса, ни обсуждений, ни ошибок, ни креатива. Поэтому математика должна быть для всех. Кто-то рисует квадрат, кто-то раскрывает скобки, и мы все учимся друг у друга. Я хочу закончить тем, чтобы показать вам впервые обложку книжки, которую мы написали по материалам нашей группы в Фейсбуке «Математика для безнадежных гуманитариев». Она выйдет скоро, и мы там рассказываем про синус, и тоже, зачем он нужен, про теорема Пафагора, и зачем она нужна, и много-много чего другого. Но самая главная мысль этой книжки – это то, что математику в состоянии понять каждый. Не факт, что это будет вашим любимым предметом, но говорить, что вы не в состоянии это сделать – это, конечно, просто неправильно. То есть по состоянию каждый может понять и оценить, о чем это на самом деле. Вот то, что я хотела рассказать вам сегодня. Большое спасибо еще раз, что пришли, и большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова